Катя, у тебя так в жизни всё прекрасно, что ты просто раздражаешь своим позитивом. Я даже одела очки, чтобы иногда скрывать свои эмоции. Ребят, не всё в жизни хорошо. Очень много проблем. О них я расскажу. Ну как нет проблем, ребят? Конечно, проблемы есть. Видите, на фоне этого прекрасного озера Онтарио. Просто я, честно говоря, не думала, я без всяких понтов, я не думала, что мои проблемы могут кого-то интересовать. Да, я на антидепрессантах. Я до сих пор не получила документы. Но я расскажу об этом в своём видео. Это же самый правдивый канал о Канаде. Кстати, оставайтесь со мной, не забудьте подписаться. Нажмите на колокольчик, который будет уведомлять вас о видео, которое регулярно выходит на моём канале. Будет очень интересно. А теперь я пошла бегать. Погнали! Да, ребят, конечно же, проблемы есть, как и у нас у всех. Видите? Я специально записываю это видео на фоне вот этого прекрасного заката розового. Да, почти заката на фоне этого прекрасного озера Онтарио. Конечно, есть проблемы, как и у всех людей. Но просто мы не будем опускать ни руки, ни ноги, ни всё тело, а просто будем ходить, бегать, наслаждаться природой и смотреть на всё на это. Я каждый день... Это не около моего дома, но тем не менее я каждый день сюда приезжаю. Приезжаю каждый день, гуляю, занимаюсь спортом и просто стараюсь кайфовать от жизни. Ну а как ещё? Ну что, мешок на голову и там в реку, что ли? Конечно, нет. Я уверена, что у каждого из вас найдётся какой-то кусочек прекрасной природы, которая вдохновит, которая будет вселять какую-то силу природы. Действительно, это сила, понимаете? Вот я стою здесь и наполняюсь силой. Кто-то находит себя в медитации, да, в каких-то... Кто-то в буддистские храмы ездит. А для меня я получаю... Спрашивают ещё, как ты... Откуда ты получаешь энергию? Я лично получаю энергию от природы, вот от этой красоты. Да, вот от этого я получаю свою энергию. Давайте насладимся вот этой тишиной. Честно говоря, сегодня хотела выложить видео о своей прогулке на ферму, показать фермы. Ну, сейчас опять скажут, что ты улыбаешься? Слушайте, ребят, ну, конечно, смешно. Вроде взрослые люди, да, собрались у меня на канале. Это самое... Слушайте, ну, если, допустим... Не знаю, по-моему, у меня откровенный канал. Не дали, как в последнем видео. Ну, как всё хорошо-то. В последнем видео я рассказывала о том, как у нас угнали грузовик, как водитель 4 дня скрывался. А грузовик вообще-то стоит по 200 тысяч долларов. И это один из наших основных доходов на сегодняшний день. Может быть, кто-то просто невнимательно смотрит видео или просто раздражает, что я улыбаюсь. Ну, сори. Тогда идите на другие каналы. Я показываю жизнь, как она есть. Понимаете? Что, если мне, допустим, у меня хорошее настроение, я что, плакать должна? По-моему, в предыдущих видео также я рассказывала, как я не рассказываю, как всё хорошо. Волосы выпали, это хорошо, да? По-моему, все прекрасно знают, что у меня очень сильно болен муж. У него очень сильные проблемы. У него очень плохие последние анализы. И если с ним что-то случится, да, ну, то есть все прекрасно понимают, что я имею в виду. Да, есть страховки жизни, но я не знаю, успею ли я получить документы канадские. Ну вот, поэтому как нет проблем? Честно говоря, да, спрашивают, как ты такая, вот, весёлая. Я не родилась такой. Это приобретённое качество. Приобретённое качество. И, ну что, какие проблемы? Ну, проблемы. Во-первых, я до сих пор не получила канадские документы. Естественно, что я нахожусь в статусе визитёра. А это значит, что... Нет, мне никто не... Кстати, статус визитёра уже просрочен. Потому что мы должны были в августе лететь в Израиль, но в связи с ковидом... То есть каждые полгода я должна въезжать и выезжать. Но в связи с ковидом мы никуда не поехали. Это раз. Потом... То, что у меня нету постоянного вид на жительство здесь, это означает, что каждый раз за каждый мой чих и за каждое пребывание в госпитале мы платим из своего кармана большие бабки. Ну да, вот был ковид последние два раза, когда я была в госпитале. Кстати, я помню, так же рассказывала, что у меня была скорая, когда я пошевелиться не могла с головокружениями. Может быть, не рассказывала об этом видео, не записывала. Ну ладно, что о каждом чихе записывать. Вот. То есть за каждый чих мы платим из своего кармана. Потому что страховки, вот эти вот бесплатные, они распространяются на жителей Канады и у кого вид на жительство. Это что, не проблема? Ну просто как бы воспринимаю это, да, мы полтора года бьемся с сервисом Онтарио, о получении, мы не можем получить сертификат о нашем замужестве, потому что там было запортачено изначально нами же, да. Вот. Бьемся, мы даже писали письмо весной, в марте Трюдо, нашему премьер-министру, ни ответа, ни привета. Вот. Поэтому, слушайте, ну, потом что? Как вы думаете, у нас резко сократились доходы. Я не работаю, у меня работает один муж, который нездоровый человек. Вот. Я не работаю, потому что, вот потому что, потому, потому что у меня нет разрешения на работу. Ну, я даже, знаете, у меня до речи вот пропал, когда я в личку, мне люди так периодически, почему они не пишут здесь под видео, я не знаю, может быть, я не знаю, может быть, стесняются публичности, да, там, а в личку вроде как никто не видит, там, типа, что ты там, понты колотишь, ну, я не знаю, может, люди не догоняют, может быть, невнимательно смотрят мои видео. То, что, например, я пью антидепрессанты уже где-то 3 недели, я, по-моему, тоже об этом рассказывала в своем видео про климакс, потому что мой семейный, какие антидепрессанты, они мне очень помогают. Я не буду, конечно, ясное дело, что я не буду об этом говорить, какие, да, во-первых, это никому не нужно, это индивидуально подбирается, это только с назначению врача, только по назначению врача. Потом, если это помогает мне, это не факт, что помогут кому-то. Потом прием антидепрессантов, это тоже непростая вещь. Две недели мне было, ой, как плохо. У меня обострились панические атаки, и у меня очень сильно болел живот, потому что только через две недели начинаешь чувствовать себя нормально, дай бог, что если они подойдут, например, эти мне подошли. В общем-то, я никогда не была депрессивной, и антидепрессанты мне мой семейный врач назначил в связи, чтобы вот с этим гормональным сбоем, который подействовал на щитовидку, от чего я отекаю, и от чего выпали волосы, и т.д. И в следствии, в следствии, да, все это. Это гормональный сбой в моем возрасте. И поэтому, так сказать, он решил подойти и таким образом подправить мой гормональный фон. Поэтому, да, у меня болит нога левая. Вот, но тем не менее, если действительно мне лекарство помогает, я прекрасно себя чувствую, и я, как вы видите, я каждый день бегаю, я не могу сказать, что прям бегаю, хожу и гуляю, да, что прям я такая радостная, просыпаюсь, я, по-моему, опять же говорю, что я терпеть не могла никогда, вот пешие прогулки, ничего полюбила, и хожу, потому что это единственный способ физической нагрузки, и после этого я просто чувствую себя прекрасно. Побегала прям по берегу, по песочку, а теперь плавненько перешли на ходьбу. Чтобы вы понимали, вот погода, вы видите, все замерзло, где-то на градуснике минус 3, а так как ветерок, это все минус 7, но ничего, закаляйся как сталь, вон уточки плавают. Ну что, пошли дальше? Это ли, так сказать, прием лекарств, это ли тоже, по-моему, ну как все позитивно? То, что я не видела своих родителей полтора года, я не могу поехать в Израиль, потому что одна я ехать не хочу, оставлять мужа, а он не может поехать, потому что он, так сказать, не имеет вида на жительство в Израиле, его просто туда никто не пустит, вот, да масса всего, и мне, честно говоря, я очень удивлена, что люди считают, что я калачу понты, я стараюсь наоборот делать свой канал очень откровенным, потому что, в общем-то, я для этого его создавала, чтобы делиться своей жизнью, как я прохожу иммиграцию, там, советы какие-то дать людям, показать красивую Канаду, показать эту красивую страну, я уже, ну, мне кажется, я не в том возрасте, чтобы калачить какие-то понты, да, чего нужно, я достигла уже в этом, в своем возрасте, мне 56 лет, и мне не надо перед кем-то что-то понтоваться, не знаю, непонятно, вот, как жизнь такая же, как у всех, такая же жизнь, со своими заботами, со своими проблемами, так сказать, вообще-то и ковид никто не отменял, да, ну, не знаю, ну, такая как жизнь, не знаю, темы я затрагиваю, всякие затрагивают темы, и темы здоровья, и два, сколько я, два раза за, с ноября месяца, в свой день рождения, 5 ноября я попала в госпиталь, вот, я не могла, у меня было высоченное давление, два месяца, у меня было очень высокое давление, это ли не проблема, я всю жизнь была гипотоником, с 90 там, да, до 60, а теперь у меня и 145, ну, стараюсь бегать, ходить, потому что, кстати, физические движения, вот эти вот, да, это единственное, что помогает снизить давление, но давление, потому что, вот эти какие-то гормональные дела, честно говоря, там это как мне семейно объяснил, поэтому я могу, я обо всем буду рассказывать, вот, а потом, если кого-то раздражает мой позитив, ну, такая я, ну, ну, не смотрите, что я могу сказать, не смотрите, ну, я, честно говоря, меня очень это удивило, я думаю, что, в общем-то, я достаточно откровенна, вот, ну, я все равно, если, если я хочу быть позитивной, я хочу, мне это нравится, ну, вот, ну, это вот, вот, видео я, так сказать, записала, да, потому что, кстати, мне многие говорили, муж говорит, да запей, что ты оправдываешься, я говорю, что-то, тебе не все равно, кто что будет думать, я говорю, да мне, мне абсолютно все равно, кто что думает, но просто я не хочу, чтобы у людей возникало какое-то недопонимание и какое-то ошибочное, ошибочное представление обо мне, кто меня знает, тот знает, а просто может быть много подписчиков, которые не знают меня, ну, так вот, я такая, как есть, вот, надеюсь, как-то, да, я объяснила свою позицию, поэтому, позитивной я стараюсь и буду быть, если, так сказать, проблема, то я о них рассказываю, я рассказываю вообще обо всем на своем канале, вот, муж очень болен, у него очень плохие анализы, и я, ну, как переживаю, я уже просто, я говорю, очень помогают мне лекарства, антидепрессанты, я просто уже не парюсь, слежу за ним, без конца, ты принял таблетки утром, ты принял таблетки вечером, контроль всего, я очень много работаю, потому что на мне все, я менеджер своего мужа, так сказать, я менеджер водителей, я все это, все, все, все под моим контролем, я все смотрю, все банковские счета, это все на мне, поэтому, и поддерживать здоровье мужа, следить, следить, что он кушает, очень, ребят, очень много у меня, так сказать, обязанностей, ну, я стараюсь, я считаю, что это нормально, поэтому, вот такая, как есть, нравится смотреть, не нравится, не смотрите, но я делала, делаю и буду делать этот канал, потому что, я считаю, что правдивый канал, именно, который показывает реальную жизнь, это то, что нужно сегодня, нужно всем нам, также, я смотрю, каких-то блогеров, которые мне симпатичные, пусть их там обсирают кто-то, да, всем нравится, мы не можем нравиться всем, кому-то, кому-то импонирую я, кого-то я раздражаю, то же самое, как и с другими блогерами, надеюсь, что-то из этого видео стало понятно, всех целую, всех люблю, подписывайтесь на мой канал, и оставайтесь со мной, до встречи на первом канале, пока-пока.